привет друзья весело потрескивает камин чудесный вечер наступает и казалось бы живи и радуйся наслаждайся таким теплом у камелька но не тут то было сейчас покажу вам страсти приготовьтесь но предупреждаю слабонервных как говорится просьба уйти от экранов вот друзья не хотела вас пугать но я вы знаете сама напугалась вот посмотрите что произошло в моей большой комнате вот такая плесень наверху именно вот в этом углу который в как сказать внешний угол ну вот дом у нас 4 квартиры 2 вверху 2 внизу вот этот вот угол у меня с соприкасается с соседкиной квартира и здесь видите никаких проблем и дальше пошло над окном черная плесень и вот угол а здесь у меня еще шкаф стоял я за него не заглядывала вы знаете даже и думать не думала а тут когда увидела наверху вот эту плесень я конечно же заглянула за шкаф и вы знаете я просто упала упала в обморок посмотрите винного сейчас вот с другой стороны зайду покажу вот видите черный там внизу палас он просто сырой вот понимаете что творится вот здесь вот такое это мало того что черная плесень здесь если хоть сейчас протиснуть шкаф отодвинула специально здесь если прислониться то это все сырое просто вы знаете ну вот как бы сказать что пропитана все водой почему такое происходит то ли это дом в один кирпич то ли что ну вот вы знаете раньше когда я в этой комнате жила я же в ней вот спала вот на этой кровати и она была как бы у меня жилая маленькую комнату я не использовала и вот здесь когда я жила я все-таки включала камин сейчас покажу вам вот у меня видите камин включен газовый ну и еще у меня есть здесь батарея вот она под окном как раз на этой стене где плесень я ее тоже включала иногда и не было такого безобразия как сейчас вот сейчас я отодвинула этот шкаф оттуда сейчас там немножко вроде стало получше не так мокро было мокро ужасно просто даже как бы текло по этой стенке вот я включила вот этот видите вентилятор такой с обогревателем фан хитер он у меня там стоял направленный на этот угол что-то подсохло но все равно конечно это кошмар и вот мне тут говорят что срочно тут помойте срочно про чем сделаете специально такие есть дезинфекция анти плесень анти черная плесень ну а эти конечно все видите молд киллер это убийца плесени вот черное видите показано вот он пожалуйста вот этот кстати самый лучший астонишь фирма убивает плесень потом у меня еще есть я купила вот такую вот краску посмотрите делюкс кстати очень дорогая 14 фунтов 1400 рублей вот видите дамп сел премьер андер код даже не знаю как это переводится но дамп это сырость вот сел это вообще-то тюлень ну или как пломба до пломба уплотнения и премьер андер код андер код это типа такое уплотнение ну подождите опять утепление под по как подкладка короче вот короче вот и вот тут нарисовано что надо видите красить все эти стены ну полная новая краска вот дождусь весны и буду все очистить блестить убирать мне не привыкать но это все понятно друзья дело то не в этом а в том что все это анти плесень я ее на кухне например использовала постоянно но каждый год как только зима все возвращается еще я буду сейчас корячиться это все смывать я ушла дождусь весны ну и потом здесь ведь видите здесь эти меня обои белые обои были под покраску вот они все отслонились они скорее всего оторвутся чу их тут мыть их надо просто все срывать убирать и какой-то делать утепление ну и такая же история на кухне посмотрите полюбуйтесь на кухне я не удивляюсь потому что здесь было каждый год такое когда я уезжала в таиланд как вы знаете на всю зиму я закрывала квартиру и вот когда я возвращалась вот такая вот радость меня тут ждала но только на кухне только вот в этом углу и опять же видите это именно стенка которая и выходит на улицу непосредственно а вот угол который соприкасается с комнатами другими с ним ничего такого не происходит видите вот здесь если посмотреть внизу под окнами здесь тоже самое все черным черно поэтому почему я уезжала всегда теплые края на юг зимой вот именно из-за этого ну и потом почему я хотела продать эту свою квартиру несмотря на то что она большая светлая замечательная жить здесь зимой невозможно и это несмотря на то что летом огромное помещение яркая солнечная сторона и все здесь прогревается чудесно прекрасно все лето жить но вот сейчас видите сами ну а это моя спальня сейчас я вам ее не хотела конечно показывать недоделанную но так как уж начала я показывать все эти потолки жуткие вот посмотрите здесь все прекрасно вот мое дерево над кроватью посмотрите красота неописуемая но еще ничего я конечно не доделала но все равно видите даже небольшие такие изменения комната смотрится абсолютно по-другому и еще вот здесь вот то что у меня были раньше здесь висели какие-то занавесочки вот нашла фотографию это так выглядела моя это комната до того как я здесь все поменяла когда жили квартиранты вот справа занавесочки видно над камином ну и потом те кто хочет посмотреть как действительно выглядела раньше у меня вот это вот вся комната можно посмотреть справа вверху вам выплывет видео вот то теперь я здесь решила все поменять вот видите я здесь теперь поставила вот такие вот коробки для хранения замечательно все в них очень много чего помещается и смотрится гораздо лучше посмотрите весь этот камин до часы я не заменила кстати по поводу часов многие говорят что часы если над кроватью то они будут сильно стучать тикать и вам мешать вот послушайте сейчас специально подниму повыше камеру ведь есть часы вообще беззвучные вот смотрите слышите может быть что тишина даже больше слышно как у меня машины ездят здесь за окном а часы вообще беззвучные но я не об этом хотела сказать я же все таки хочу сказать вам что происходит если комната не желая то она сразу зарастает плесенью почему так происходит я не знаю и вот здесь кстати тоже я вытащила этих отсюда коробки вот они все у меня здесь стоят а почему потому что опять же когда я поставила коробки сюда здесь этот угол стал тоже мокрым он не заплесневел но он стал мокрым здесь видите у меня покрашена здесь не обои а покраска и притом покраска такая именно которая сохраняет защищает от плесени но тем не менее вот здесь когда закрыта нет проветривание закрыта ящиками и сразу все опять сыра ответе там даже опять начала от от ломаться это краска а я хотела вам показать когда уже все закончу в полной красоте хотела же я здесь переклеить обои также вот видите я обои уже закупила сейчас вам покажу вот такие обои в полосочку у меня это обои вообще-то обои виниловые под покраску они очень плотные видите 10 метров такой толстый рулон и другие другой фирмы они вот видите кирпичи тоже выпуклые виниловые под покраску то что я вам показывала я хотела вот эти кирпичи здесь поклеить над камином то я наверное все таки выбрала вот этот красный кирпич и здесь у меня забыла показать смотрите на всю эту комнату огромную не огромная она она 15 квадратных метров вот такая вот малюсенькая батарея тоже электрическая она автоматически включается здесь у нее вот такая вот штука видите настраиваете время и ставите 1 2 3 до 7 это маленькая батарейка на обогревает прекрасно вот это вот помещение и не очень много берет у меня висели вот эти часы посмотрите вот помните может быть тоже в комнате но они немножко меня беспокоили они тикают вот прислушайтесь слышно вам тихо конечно очень но тикают и вот эти часы на кухне они у меня тикают как трактор вот послушайте вот с этими часами конечно в спальне спать невозможно и вот видите еще как у меня плачут все окна вот видите постоянно они все запотевают все при все так что друзья у камелька сидеть только и остается вот так показала вам сегодня друзья все страсти мордасти и наверное те кто спрашивал почему я решила продавать свою квартиру теперь уже вопросов не будет возникать но вот целый день у меня сегодня горит здесь этот камин от него тепло и очень хорошо нагрелась до 20 градусов как только я выключаю камин буквально через 20 минут все опять выветривается и опять холодина в этой комнате прогреваю как каждый день я ее но недостаточно улетает все тепло в трубу вот как то так друзья вспоминаю и страдаю по тем денькам которые я проводила в теплом солнечном таиланде в паттайе ё-моё друзья у меня еще есть такая напоминалка в моем телефоне ну наверное как у всех сейчас и постоянно мне приходит такие вот сообщения что вы делали ровно 21 января 2019 2015 2018 а может быть даже там пять десять лет назад присылают фотографии если они у меня есть и мне прислали что я была в камбодже ровно год назад 21 января я гуляла в камбодже 32 градуса тепла красота наслаждение и все таки хорошо что есть такая функция напоминалка в телефоне и вот я хочу сегодня вспомнить сама и вам показать все мои фотографии прошлого года здесь не только камбодже здесь также и паттайя пляж море красивые великолепные отели наши прогулки жара вы видите да вот такие вот вечерние а ужины с задиранием ног ну и всякие разные селфи которые мне мой телефон прислал и которые просто странно сейчас смотреть даже не верится что ровно год назад в это же самое время в январе месяце вот я ходила абсолютно раздетая изнывающая от жары шляпки примеряла свои любимые фотографировалась на темной улице под фонарями под пальмами видите наслаждалась тайской кухней морепродуктами обалденными а также ела рыбу запеченную свежую бесподобную пробовала даже экзотику такой крокодил на углях естественно конечно же каждый вечер смузи и конечно же отправляла вот такие вот поздравлюшечки своим друзьям обнималась с дедом морозом российским мы отмечали новый год все вместе там под открытым небом с фейерверком с танцами с громкой музыкой на дискотеке вот к вид нарушил все наши планы и теперь трех свитерах замерзая встречать новый год но ничего я надеюсь несмотря ни на что все будет хорошо на нашу улицу тоже придет праздник и мы с вами друзья сможем снова путешествовать сможем снова наслаждаться теми местами которые мы обожаем я друзья желаю вам всем приятного времяпрепровождения спасибо за то что посмотрели мой ролик спасибо всем за ваши комментарии ставьте лайки не забывайте и я прощаюсь с вами всего вам доброго увидимся пока пока